Сегодня для нас очень важный и значимый день. Меня зовут Маслова Марина. Я являюсь руководителем благотворительного фонда памяти схемитрополита Ювеналия. И хочу сказать немного слов о нашем фонде. Это третья по значимости, очень большая и ёмкая работа нашего фонда. Сегодня мы выпускаем вот эту книгу, эту память о нашем дорогом владыке. Первая наша была крупная работа. Мы поставили памятник схемитрополиту Ювеналию в посёлке Золотухино. Вторая большая работа была. Два года назад вышел фильм «Веру» называется. Я думаю, что вы все были на нём. И здесь он представлен из диски, которые можно будет себе потом приобрести. Вот эта книга. Очень важная для нас была работа. Мы очень благодарим нашего дорогого писателя Игоря Вебера. который трудился в течение года над этим трудом. Думаю, что об этом человеке, о владыке Ювеналии, не стоит много говорить, потому как вы все знакомы с ним и знаете, что этот человек заслуживает памяти о себе. Более 20 лет трудился на нашей кафедре курской. Делал для нас много добра. Восстановился в нашем монастыре. Открыты были сотни храмов. Православная гимназия. В школах стал преподаваться урок православной культуры. Всё стремился делать для нас, для наших детей. И сегодня хочется мне передать слово меценату нашего фонда, уважаемому Маслову Максиму Алексеевичу, моему дорогому супругу. Он скажет несколько слов о нашем владыке. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Говорить о владыке можно много. И все здесь присутствующие люди, я думаю, обязательно о нём могут сказать только добрые слова. Он настолько большую роль играл в жизни многих людей. И вот мы, учреждая благотворительный фонд памяти Схимитрополита Винали, мы выполняли свой долг перед ним, потому что тот вклад в нашу жизнь, который он внёс, он просто невозможно оценить даже. То есть жизнь менялась настолько коренным образом, что трудно переоценить этот вклад. И я думаю, что не только наша жизнь, нашей семьи, но и каждого из здесь присутствующих имя владыки очень дорого. И по поводу книги хочется сказать, что книгу пытались, я думаю, и получилось это сделать, книгу сделать живой. Не просто констатацией каких-то фактов, потому что очень много уже написано о том, что владыка сделал, когда, как он это делал. А здесь очень много вопросов, которые внутреннюю суть владыки раскрывающая. Очень много написано в этой книге о последних днях владыки, с кем он был, как он проводил эти свои дни, кто его окружал. Очень много таких интересных и таких душевных и тонких историй людей, которые окружали владыку. Я думаю, это будет всем интересно. Причём сейчас новогодние праздники грядут, и я думаю, как сказал автор, будет очень хорошее времяпрепровождение, при прочтении книги. Всем успехов и Божьего благословения. Позвольте передать слово представителю администрации губернатора, нашему Александру Шаповалову. Спасибо, Мария Александровна. Уважаемые друзья, мне администрацию разрешите вас всех приветствовать здесь, в этом замечательном зале нашей областной научной библиотеки и поздравить всех нас. А я думаю, что в создании этой книги участвовали не только сидящие за этим столом, но и множество людей, которые находятся в зале, с тем, что эта книга увидела свет. Сегодня утром прошло очередное заседание Победительского совета по возрождению духовных святынь Курской области, и Ирман Владимирович Старовойт в очередной раз сказал, что русская православная церковь для нашего региона, для Курской области, это больше, чем самая большая общественная организация. Это один из элементов скрепления национального сознания нашего, скажем так, вот даже местного, курского. Авторитет русской православной церкви непререкаем для нашего региона, и этот авторитет в свое время когда-то сформировал и возвысил приз напоминаемый владыка Ювенали. Это был удивительный человек, под амафором которого собирались люди разного достатка, разного социального положения, разного, я не знаю, склада ума и характера. Он был всем для всех, так же, как апостол Павел говорит. Поэтому эта личность еще не раз и не раз, я думаю, заставит и писателей, и публицистов обращаться к себе. Это не первая книга, вышедшая в этом году. А напомню вам, что 19-й год – это год 90-летия нашего владыки. Поэтому завершение этого года памяти нашего владыки выходом этой замечательной книги, которая получилась очень живая и интересная, это наш вклад в память об этом удивительном человеке. Спасибо за внимание. Успехов нам. Позвольте передать слово представителю нашей церкви, отцу Анатолию, настоятелю храма, святого Иоанна Претечи. Владыку Ювеналия я знаю почти около 40 лет. Это сибирский период, когда я там служил, священствовал и владыка Ювеналий. Он потом уедет сюда, а вот там я останусь, потом перееду и в Курскую епархию. Мне вспомнился вот такой случай, вот сейчас выйдут воспоминания о нем. Итак, я священствовал уже 10 лет там, и служил я на самом отдаленном от епархиального центра в городе Бересинске. И вот Дмитрия Солунского праздник почти 30 градусов мороза и объявляется, что владыка Ювеналий к нам приедет. И туда уже лет 10 от владыки Вениамина, начиная, не ездили никакие архипастыри. А вот владыка приехал на епархиальной Волге, промороженный, уставший, и начал служить. Старушки наши постелали свои платки, когда он заходил в храм. Замерз он. Потом мы тут готовились, конечно, встретить его, наготовили, все. Вот за столом, значит, он сел, трапезовал. Вот помню, у меня там корова была. Вот я сварил так называемый варенец. Ну, колотуха по-хохлядски, ряженка, да? Он большую съел такую чашку, подумал, подумал, еще, говорит. Вот это мне запомнилось. А потом говорит, отец Анатолий, я замерз, хочу, а мы ему наготовили, в доме вроде бы тепло. А он говорит, хочу где потеплее. Вот я говорю, возле печки, владыка, но тут я на досках сплю, потому что я готовил резать царские врата, вот мне такие брусочки надо были. Вот. И он там встал, а он говорит, я вот здесь. Я говорю, узко, владыка, ну, так по-подвижнически. Он так там проспал всю ночь, не знаю, вот я раньше побежал к службе, а он еще там молился. Вот такой случай. И много-много такого другого. Вспоминается, как и убивали его на берегу Байкала какие-то злые силы. Вот. Здесь гора, здесь дорога, тут обрыв байкальский, лобовой удар, вот, грузовой большой автомобиль, пьяница. Вот. Я считал, вот, что это все-таки диверсия была. Она, видимо, готовилась злыми силами. Не знаю, кто за ним стоит, вот, но факт тот, что он так повредился. Вот. Но все-таки еще много и много лет был вместе с нами, оставил такой яркий и светлый след нашей жизни. Вот. Так что, доброй памяти ему, владыке нашему. Спасибо большое. Ну, и, наконец, позвольте передать слово нашему уважаемому писателю Игорю Веберу. Фильм «Осенний марафон», помните? Наверное, многие помнят. Замечательный фильм советский. Был там голландский профессор лингвистики, помните? Леонов ему говорил, достойный пьет до дна, но его учили там выпивать и прочее, прочее. Играл эту роль немецкий журналист Норберт Кухинке. Немецкий журналист Норберт Кухинке. Вот мы говорим о том, какую роль оказывал владыка Ювеналия на людей. Представьте, этот Норберт Кухинке уже был очень известен после выхода фильма. Данелия снял этот фильм и в Иркутске проживал. Жил в Иркутске. После знакомства с владыкой он настолько перелался к православию, что свою жизнь закончил строительством монастыря под Берлином. Он был крещен владыкой, крещен владыкой и свою жизнь окончил. А еще вот сериал есть такой «Волчья кровь», «Схватка». Есть такой очень известный журналист, раньше он в советские годы был журналистом агентства печати новости, Леонид Манчинский. Очень известный. Жил он в центре Иркутска и в 70-х годах на балконе его квартиры Высоцкий давал концерт с балкона. Владимир Высоцкий, представляете? Ну, то есть это уровень как бы отношений, уровень связи. Леонид Манчинский. Этот Леонид Манчинский является отцом человека, которого все знают, владыка Белгородский и Старооскольский Иоанн. Сергей Попов в миру. То есть отец его, другая фамилия, Сергей Попов, Манчинский, он был и сценаристом, и режиссером, и личным другом Владимира Высоцкого. Более того, или не более того, нехорошо сказал, у нас был легендарный золотопромышленник Туманов. Леонид Манчинский вместе с Высоцким замыслили написать книгу о Туманове, по которой потом снять фильм. Высоцкий очень хотел сняться в фильме, где сыграл Б. Туманова, но понимал, что этот фильм можно снять только в Америке. Видите, как я запутываю, как все переплетается, переплетается. Леонид Манчинский, отец Сергея Попова, Норберт Кухинки, их друг, Валентин Распутин, все они, вся, скажем так, культурная элита, все они потянулись к Владыке, потянулись именно к нему. Они приняли у него из его рук крещение. То есть, отец Сергея Попова, коммунист, очень влиятельный, человек со связями в Иркутске, он принял крещение, стал православным христианином. Сергей Попов, который преподавал научный коммунизм, историю партии, просто общую историю, стал в Иркутске директором свечного заводика, который находился в том же здании, где проживал Владыка Ювеналей, то есть, в подвальчике этого здания, а в дальнейшем стал на первом этаже. Очень много поворотов, очень много, очень много интереснейших, драматичнейших поворотов. Это кинематографическая история. Что стоит один только факт, один только факт, одиннадцать раз Владыку Ювеналей вызывали в Ростовское управление КГБ на отречение. Эти встречи происходили по-разному, совершенно по-разному, и вы можете себе представить, как это было в деталях. Одиннадцать раз его вызывали, не давали ни спать, ни есть, держали, по кругу меняли следователи, вели круговые допросы с тем, чтобы принудить его к отречению. И один из самых талантливых однокурсников по семинарии Владыки, он отрекся. Вообще, были-то случаи отречения, когда обязательно надо было на камеру произнести речь, в газете на первой полосе эти речи выдавались о том, что да, я признаю, я заблуждался. Владыку не сломили вот эти круги ада. И вот с человеком, который вел эти допросы, он встречается в Курске. Да, встречается в Курске. У этого человека есть имя, фамилия, все это есть в книге, и эта встреча происходит. В этой книге нет вымышленных имен, нет вымышленных фамилий, вымышленных фактов. Если здесь сказано «подумал владыка Ювеналий», поскольку книга художественна, написана с использованием всех средств русского литературного языка, художественная книга, вот подумал владыка Ювеналий или сказал владыка Ювеналий, это значит, что вот эта фраза была мною собрана, подобрана и найдена и вставлена, ну, документальная фраза. Здесь нет вообще никакого вымысла. Может быть, какие-то расхождения, тут сложные вопросы освещаются, вопрос разделения епархий, Курская на Белгородскую и прочее, прочее. Я уже говорил в рекламном ролике о том, что я завидую людям, которые уйдут отсюда с книгой и откроют ее. Это, мне кажется, что это захватывающая история, причем эта история не только о владыке, не только об истории православия современного, да, это еще и книга об отношении человека и Бога, ну, о том, как строятся вот эти отношения мира видимого и невидимого, о чем в предисловии я говорю, потому что владыка открывал дверь в духовную сферу и показывал, как это происходит. Приходит женщина к нему и говорит, владыка, у меня сын пропал, что мне делать? Он говорит, давайте помолимся, прочитали предначинательные молитвы, владыка в скуфеечку кладет записочки, жив-не жив, говорит, тяните, натянет жив, так, давайте помолимся, кладет в скуфеечку записочки, давайте, тяните, за Уралом, Центральная Россия, Украина, Центральная Россия, владыка говорит, ну, а в каком городе он может быть вообще? Волгоград, Ростов, Москва, Питер, она говорит, ну, может быть, допустим, в Воронеже или в Тамбове, ну, к примеру, он кладет записочки, помолимся, вытягивает, в Тамбове, сын действительно был в Тамбове, ну, такой маленький фокус, не фокус, но, ну, для тех, кто ходит в храм, он знает, как это все может работать, это его такие штучки, их много, мне крайне приятно видеть людей, с которыми работали на протяжении этого года, это, ну, Сергей Павлович Локтионов, он дал тонну информации для книги, вот он сидит, Сергей Павлович, спасибо вам, великолепные, уникальные, теплые люди, вы посмотрите на их лица, вот сестры богданские, вот, Наталья и Любовь, это не, встаньте, пожалуйста, Наталья Васильевна, встаньте, смотрите, какое лицо, это лицо человека, который молится, чистое, светлое лицо, сестра сидит сзади, они похожи, они близняшки, это люди, которые шли с владыкой дорогу, я вам так благодарен, а книга писалась, дело в том, что я не мог написать эту книгу, я писал много всего и всю жизнь, но была беда, я не мог категорически написать, это, как оказалось, очень сложно, писать о духовном лице, у меня есть норма выработки, одна страница в час, я садился за компьютер, и я за два часа мог написать один абзац, ну вот так, день за днем, я сажусь два часа абзац, и он мне не нравится, и тогда я поехал к Мухневу, Анатолию Павловичу, в Рыльский монастырь, тогда я поехал в Рыльский монастырь, конечно, ну просто Анатолий Павлович, он постоянно там, все время там на свечном ящике, наши кельи были рядом, и в Рыльском монастыре эта книга написалась, то есть книга написана в монастыре, ну не сочтите меня сумасшедшим за сумасшедшего, но я весь этот год чувствовал, как владыке нравится и как не нравится, где у меня слово криво пошло, где у меня тема грубо пошла, ну я чувствовал, что ему эта книга нужна, а нужна она ему, для того, чтобы кто-то из вас ее прочел, вот сегодня уникальный день, книга вышла в свет, ну мы в роддоме сейчас, в родовой палате, книга вышла в свет, и вот они, родители считай, она для вас, берите, и она должна жить в вас, для вас, и дальше, 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 уникальный день, 25 декабря, вчера родилась его дочь, Нина Спиридонна, сегодня он принял схему, смотрите, факты же потрясающие, владыка очень долго и серьезно думал о смерти, всегда думал о смерти, как и положено монаху, он был монах, да, так вот 1988 год, еще не передали коренную пустынь, еще ничего не произошло, такого значительного в нашей жизни православной, большого, а он чувствует приближение смерти, он настолько плох, настолько, ну чувствует, что вот смерть рядом, а он очень боялся умереть, ну, как сказать, боялся, монахи ничего не боятся, он хотел бы умереть в схеме, в звании схемника, ну, в статусе, как сказать, в чине схемника, да, и он едет, и он едет, и тайно принимает схемнический постриг, это очень серьезная тема, потому что правящий архиерей не может быть схемником, ну, не может быть в схеме, ну, как бы может и не может, сложная тема, но он решает, что он должен перед лицом смерти принять схему, 88-й год, 25-е декабря, сегодня, об этом никто не знал, многие думают, и споры там об этом идут, но споры кончаются, когда своей рукой видишь, он записывал важные даты в своей жизни своей рукой, 25-е декабря, 88-й год, принятие схемы, смотрите, он принял схему, думая умереть, а потом был 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й и так далее, он был подчислен на покой, в 2004 году на покой, а в 2006 начинает строить монастырь в Золотухино, замечательный монастырь, и в 2006 с ним знакомятся супруги Масловы, Максим и Марина, и начинается их история с 2006, и по молитвам владыки, совершается очень много чудес, и преображений в их жизни, и я преклоняюсь перед этой супружеской парой, потому что, ну, Максим Алексеевич, например, под впечатлением от этого знакомства, строить начинает храм. Молодой человек, не имея серьезных капиталов, ну, обычный небольшой бизнес, он начинает строить храм, это один из красивейших храмов сегодня в городе, на прогулочной, храм святых, царственных страстотерпцев, белый такой, белый корабль, красивейший, представляете, какое влияние, где был Максим там в 2005 мыслями до знакомства, а с 2006, 2007, 2008, он начинает жить этой жизнью и строит храм, храм стоит, в нем служит службу. Ну, вот, что еще я могу сказать. Задайте три самых умных вопроса, мы дадим три далеко не самых умных ответа, кому угодно, и пойдем читать книгу уже. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Кто хочет задать вопросы кому? У кого есть вопросы для Максима, Александра, Марины, батюшек? Ну, к автору. Так, приз за лучший вопрос, книга, прям бесплатно. Книга продается сегодня по себестоимости, но за лучший. Ты хочешь лучший вопрос задать? Да. Ну, зал смущается, я по праву старого друга. Игорь, скажи, пожалуйста, вот книга, когда ты писал, ты говорил, что она имеет даже некий детективный такой, ну, подоплеку, действительно, жизнь владыки, она изобиловала такими поворотами, вот самый, скажем так, адреналинонасыщенный поворот его жизни, который тебе запомнился, потому что, насколько я понимаю, ты очень глубоко проникся в жизнь этого человека, в его биографию, может быть, даже, как никто из нас, потому что взгляд со стороны, он иногда выявляет то, что мы привыкли видеть. Вот знаете, как москвичи ходят каждый день там по Красной площади, ну, и что там такое, так и мы рядом всегда видели владыку, ну, владыка, да, а вот со стороны иногда виднее, вот самое-самое такое. В книге есть три, четыре, пять местов, пять местов, да, пять местов, где вы всплакнете. Ну, или люди с крепкой психикой увлажнятся глаза. Есть три таких места, четыре. Книгу один настоятель одного монастыря сказал, прочитал, говорит, за ночь, но он рецензент, надо, чтобы прочитал. Говорит, это православный детектив. И романах говорит, это бомба. Это бомба. Это и детектив, и бомба, потому что там есть определенные, ну, такие мины заложенные, есть, затрагиваются серьезные больные темы. Сказать какое-то одно место, которое было бы самым ярким, я не могу. Для меня это вся жизнь, вся жизнь, не могу. Спасибо. Это не лучший был вопрос, но была попытка. Ты остаешься без книги. Пожалуйста. Любовь Васильевна Богданская, бывший главный врач санатория Славины и Зори. Вы притрогнулись святая святых нашей веры, нашего православия. Были ли искушения, когда вы встали к миру? Раз. И второе. Изменилась ли ваша жизнь, а если изменилась, то как? Спасибо. Вот это прекрасный вопрос. Все, вы призер, покупать не надо. Вы знаете, дорога в православии это наука из наук. Сказать, что я стал лучше, чище, нет. Это такая сложная история, что я себя считаю сегодня еще большим грешником, чем до того, как взяться за книгу. Искушение было только одно, что я не мог ее писать. Искушение было то, что я... А вот сейчас честно отвечу. У меня было искушение. Я настолько боялся и не мог приступить к этой работе, что обратился к одному писателю, талантливому писателю. Говорю, будешь моим соавтором, напиши первую главу. Выслал ему материал. Ну, когда он сделал свои первые десять страниц, я понял, что нет, нельзя, это должна быть история для меня. Не получается. Тут нельзя никак сыграть. Все видит владыка. А у вас была потрясающая история. Представляете, вот Любовь Васильевна живет себе мирно, живет и ходит в общество Рерихов. В Курске было такое общество Рерихов. Вот живой человек. Ходит в общество Рерихов и вдруг звонит ей женщина, говорит, здрасте, я работаю в народном суде заседателем. Вы не сочтите, что я сумасшедшая, но мне приснился сон. Мне приснился сон, где Богородица говорит, что надо забрать ее из этого общества и пусть она найдет романа. Романа, отца Романа. Ну, разве не уникально? Они встречаются, эта женщина пересказывает ей этот сон, Любовь Васильевна идет в епархию и владыка Ювеналий говорит, идите в Знаменский собор, там отец Роман, он будет у вас в больнице служить немного. Ну, в общем, вы поняли, что появился и Роман, и из Рерихов она ушла. Вот таких историй очень много, ну, таких мистических, скажем, историй. Так, еще есть вопросы про искушение? А дайте я вам книжку пока подарю, а пока я буду дарить. Еще раз скажу, ну, не стал я лучше, к сожалению, за этот год. Спасибо. Нимба точно никакого. Вопрос, да? Говорите. Хороший вопрос. Я понял. Хороший вопрос. Все, кто ходят в храм, а, кстати, мне очень интересно, что за люди здесь собрались. Ну, поднимите руки, кто причащается в храме, не просто ходит, причащается. Нет, не все, не все, не все, не все. Спасибо. Ну, то есть 80% аудитории знают, что такое причастие. Владыка Ивеналя очень четко понимал, что значит тот факт, что он родился в понедельник в Страстной Седмице. Очень четко. То есть, и так говорят, родился в понедельник, да, беда. Он говорил, я родился в понедельник в Страстной Седмице. Он очень четко осознавал значение этого факта, влияние этого факта на всю его последующую жизнь. Понимал, что это значит. Ну, и вы, все, кто ходит в храм, понимаете, что родился в понедельник, значит, надо пройти весь этот путь от входа в Иерусалим до предательства в среду и так далее, и так далее, и до креста. Он это понимал, поэтому Страстная Седмица. И да, книга имеет такую структуру. Тут нет первой главы, второй, третий, тут есть понедельник, вторник, среда, четверг, до воскресенья. И каждому дню соответствует определенный временной промежуток. Понедельник — это начальный его период жизни, вторник, ну там по годам прямо разбито, вторник, среда, четверг, пятница. Да, спасибо, спасибо. Еще? Когда писали эту книгу, приходилось ли вам пользоваться материалами Государственного архива? И нет ли сейчас грифа секретности на жизни наших православных граждан? Я не знал, что можно пойти в архив. Мне интересно было, мне интересно было с живыми людьми общаться. Я не ходил ни в архивы КГБ, не запрашивал ничего. Но, но, в книге очень много, вот мы сидим куряне и говорим, владыка, владыка, а вы знаете, что было? Владыка в 85-м году, 13 января в Курске, а в марте на него куряне пишут первый донос. Шла целая череда анонимок. Уберите из города этого беспощадного, что, я не правда говорю? Правда. То есть его не приняло ни курское духовенство, ни паства не приняло. То есть до этого был владыка Хризастом, и это был очень почитаемый, маститый, его любили. Но, но с ним тоже непростая история. И в книге тоже об этом говорится, что Хризастом единственный из владык, кто признался в том, что сотрудничал с органами госбезопасности. Видите, в книге очень много говорится о том, о чем не принято и нехорошо говорить. И иеромонах Филипп из Знаменского храма сказал, это нам, духовенству, восмирение, пусть знают всю правду. То есть если глубоко грешный батюшка служил в Воронеже, то об этом и говорится документальным языком, языком протокола, да. Нет, в архивы специально я не ходил. Но выдержки из анонимок, на руках у меня были эти выдержки из анонимок, они в личном деле. Один генерал КГБ, несложно догадаться какой, подарил, вернул владыке в руку его дело. Вернул его дело в руки, говорит, я считаю, что оно должно быть у вас. Вот это дело, где черным по белому написано, когда и как был расстрелян отец, кто писал донос на отца, как это происходило. Ну вот это дело, да, оно есть, и я его видел. Ну зачем уже архивы после этого, понимаете? Как слышала вообще мысль, идея или случай написать именно об этом человеке? И в какой момент вы поняли, что вы справитесь? Я работаю в Новороссийске, отдыхаю. Мне звонит Александр Шаповалов и говорит, есть фонд, люди хотят книгу о владыке. Ты возьмешься, я не задумываясь, сразу же говорю, возьмусь. Потом была череда переговоров, я вернулся из монастыря, встретив Рождество Христово, и мне Александр еще раз звонит, встреча, мы встречаемся, берись за книгу. Будете браться за книгу? Да, буду, конечно, буду, сомнений никаких нет, берусь, берусь, берусь. Сомнений никаких не было. То есть вот Максим Алексеевич, он послужил вот таким толкателем, толкателем. Спасибо ему за это. То есть да, тема на виду, на слуху, но сам бы я не взялся, если бы не подтолкнули два человека. Александр, Максим, Марина тоже меня толкала. Быстрее пиши, быстрее. Еще? Еще. Мне приятно видеть в этом зале отца Симеона Томачинского, это ректор духовной семинарии, Курской духовной семинарии. Владимир Васильевич Кулагин, известнейший журналист, который всю жизнь сотрудничал с центральными СМИ. Профессор Меньшиков, живой человек, живой. В нашей школе двинул основы православного воспитания, то есть вместе с Владыкой разработал курс и двинул. Представляете, вот первые в России мы стали. Ну я, конечно, речь сегодня как о той песне, не обо мне, а, конечно, о книге. И, конечно, прежде всего, сегодня мы должны порадоваться, что вышла такая книга, и, конечно, поблагодарить автора Игоря за то, что вот это действительно книга о Владыке. То есть я ее сейчас посмотрел, но совершенно однозначно, эта книга удалась, это вот книга о том Владыке, какой Владыка был. Дело в том, что мы многие собирались оставить воспоминания, но, может быть, когда-нибудь мы соберем воспоминания, потому что, ну, нам повезло, мы жили, наверное, со святым человеком. И, конечно, важно сохранить эти воспоминания, но вот общее представление о Владыке передано совершенно точно. Это, конечно, огромный подвиг, потому что для этого надо было просто, не просто собрать материал, но вжиться в саму жизнь Владыки. И не просто вжиться, а, ну, выйти на тот уровень понимания, когда, как бы, сам Владыка тебе говорит о своей жизни. Но этот феномен, он, ну, для тех, кто серьезно работал в науке, он знает, что когда ты очень хорошо что-то изучил, то ты выходишь на тот уровень, когда ты понимаешь автора. То есть ты можешь, ну, понимаешь вот того автора той книги, который был, и ты понимаешь его лучше, как если бы ты когда-то с ним встретился лично, поговорил с ним лично. Вот, например, я бы, работая, ну, больше, ну, с 94-го года, работая вместе с Владыкой, именно работая, конечно бы я не смог вот так передать что-то о Владыке, как сделано в этой книге. То есть так целостно представить жизнь в его каких-то сущностных моментах, в его отношениях к Богу, к людям, как это сделано в книге, ну, это просто вот настоящий подвиг. Я могу сказать, что это настоящий подвиг, огромный труд и огромное спасибо за эту книгу. Действительно, огромное спасибо. Это действительно настоящая память о Владыке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой книге. Вот, потому что, ну, эта память, наверное, останется из рода в род, из века в век. Так что огромное вам спасибо. Вот, кстати, Артем Лубенец, он делал рекламный ролик анонсовый, спрашиваю, Артем, почему ты так болеешь о Владыке? Ты знал его лично? Нет, не знал. А почему так болеешь? Вот, а он мне жизнь сделал. И рассказывает свою историю. Вот просто человек, и за ним история. И вот этих историй сотни, и сотни, и сотни, и все они выстроены в единую канву, и все они не просто сумма историй, но у них есть сверхсмысл и сверхзадача у этих историй. Сверхзадача этой книги, ну, для того, чтобы кто-то пошел на свое первое причастие. В предисловии так и сказано, может быть, кому-то нужна вот эта будет путеводная ниточка, чтобы кто-то пришел на свое первое причастие. В этом сверхзадача книги – показать отношения между этим миром и тем миром, взаимопроникновение в этих отношениях, этих отношений. Все. Уважаемые друзья, да. Я сказал, что писалось тяжело, пока я был в миру. Как только я приехал в монастырь и заперся в келье, все очень сразу произошло. Все очень сразу произошло. Такие вещи надо писать в монастыре. Вот, вот и все, да. Валерию Николаевичу привет, возьмите для него книг. Нет, нет, когда спросили меня, сколько будет стоить эта работа, я сказал, бесплатно. И когда я начинал работать, я до этого полгода не работал, у меня не было работы, не было денег, я был на нуле. Вот моя жена сидит, самая скромная в углу. Саша, помаши рукой людям. Она меня кормила, моя жена молодая, красивая, Александра, она меня кормила, у меня денег не было полгода. И тут я соглашаюсь на эту работу бесплатно. А сейчас, вот видите, у меня зеленка на пальце. Это я Новый год буду встречать в доме в Новом. Спасибо вам, ребята. Владыка, спасибо. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы пришли сегодня на такой день, такой торжественный, еще больше поднялось настроение. Сейчас только могу попросить вас, давайте поблагодарим автора бурными аплодисментами. Спасибо вам, Игорь Большой. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok